Вам дали несколько стопок книг? Ну или давайте рисовать какие-то квадратики. В тетради советую рисовать просто обычные клеточки. Просто одна клеточка — это одна кушка. Пусть у вас картинка выглядит, ну, например, вот так. Я совершенно не имею возможности на доске рисовать все время эти клеточки, просто тогда у вас занятие растянется надолго. Поэтому давайте я буду так делать. Я считаю, что вы успеваете рисовать эти клеточки, я буду записывать это 4, 2, 2, 1, 1. Согласитесь, что вот эта числовая информация абсолютно достаточна для того, чтобы все понимать, правда? Итак, что мы делаем? Мы из каждой стопки берем по одной книжке. Сколько у меня получилось стопок? Три. Потому что вот эти две исчезли, да? Но одну стопку делаем из вот этих вот взятых. поэтому получается новая картинка. Новая картинка такая. Пять в высоту, дальше осталось здесь три, и здесь остались два раза по одному. Итак, что у меня есть? было 4, 2, 2, 1, 1, а получилось 5, 3, 1, 1. Могло быть совершенно другого. Например, давайте сейчас не рисовать. Не буду, а просто число не пишу. Представьте себе, что у вас были три стопки. 10, 9 и 7. Из каждой взяли по книжке, получили 9, 8, 6. И вот эти три книжки обсудят новую стопку. Три. Вот тоже преобразование. Понятно, что я могу это преобразование применить еще раз, еще раз, еще раз и так далее. Для того, чтобы вы все поняли условия задачи, сделаем следующее. Я сейчас случайный опыт напишу на доске несколько примеров. Действительно случайный опыт. И попрошу вас проследить, только проследить, проследить до зацикливания судьбу этих самых примеров. Итак, поехали. Пусть в начале лежали 1, 2, 3. Кстати, все понимают, что в каком порядке написаны числа, на самом деле не важно. Хотите, можно писать их, начиная с самых больших, маленьких. Хотите, наоборот, возрастать. Ну, давайте я все-таки буду писать их, поугувать. Начинать с самого большого, заканчиваем с самого. Итак, 3, 2, 1. Это один пример. Другой пример. 3, 2, 2. Следующий пример будет уже совершенно диким. А именно мы сейчас в 2018 году живем. Поэтому путь будет в одной пачке 20, а мы много снимем. Чайнички. А давайте посмотрим. Молодец. Первая картинка зацикливается сразу. Действительно. Один, два, три. Взяли по одной книжке, получили стопку из трех. А здесь вот стало 2, здесь одна. Молодец. Давайте так вот рисовать. То есть так и будет. Конечно, они будут перекладываться. Но на самом деле количество так будет. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. И так будет на бесконечности. Отлично. Вот интересно, что будет когда 3, 2, 2, да? А в 3, 2, 2 там будет 3, 2, 1, 1. Сравни после 3, 2, 2. Получаем 3, 2, 1, 1. Это правда. Дальше. Дальше. А после этого мы получим 4. Да. У меня получилось 4. У меня получилось 4. 4, 4. Дальше. 4, 2, 1. 4, 2, 1. А потом? Дальше. А дальше получится 3, 3, 1. 3, 3, 1. 3, 3, 1. А потом? Дальше 3, 2, 1. А потом? Дальше 3, 2, 1. Что? Дальше 3, 2, 1. На самом деле это очень важно. Оказывается, в этой задаче не всегда мы сразу возвращаемся. А вот так бывает. 12, 18. Пожалуйста, просчитайте. Вот, кто-то убедит. Где 4, 2, 2, 1, 1. До зацикливания довел. 3, 3, 3, 1. Тоже правда. 4, 2, 2, 2. 4, 2, 2, 2. А хорошо. 5, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Что же правда? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. А потом? И это уже зацепляет цикл. Здорово, ребята, хороший пример. Сначала шло-шло-шло, а потом получился цикл клины одинаковых. Иногда в шутку называют такие ситуации циклы с хвостом. Ну, если строго, как в учебниках написано. Называется периодическая последовательность с предпериодом. Вот эту штуку называют предпериод. Ну, а вот это уже, собственно, период. Повторяю шутку, цикл с хвостом.